Как будет складываться ситуация на Северном Кавказе в связи с приходом нового президента? Я думаю, что ситуацию это скорее улучшит, чем ухудшит. По той причине, что новая конфигурация в действительности отличается одним, но существенным явлением. У нас главный человек в государстве становится формально первым человеком. Это всегда упрощает управление. А очень часто на Северном Кавказе вопрос в том, что управленческий импульс затихает где-то по дороге. То, что президент и Путин, это будет одно и то же лицо, это значительно упростит механизмы управления и управления регионального в первую очередь. Я думаю, что существенным будет административная реформа, то есть переход на избрание региональных руководителей для Северного Кавказа. Это, думаю, очень существенно, по крайней мере. То, что я видел в некоторых республиках Северного Кавказа, выборы там изменят некоторые вещи. И в первую очередь позитивно изменят, потому что люди, которые думают, что их никто не просто не слышит и слушать не собирается, получат возможность высказать свою позицию. И третье, это экономическая реформа. Экономическая реформа в условиях, скажем честно, Северный Кавказ дотационен. Он существенно изменит положение Северного Кавказа и его внешнюю формальную дотационность. Потому что регион, где есть нефть, в общем, трудно предположить, что он должен быть дотационным. Это маловероятно. Здесь нужно говорить именно о счетности. Мы предполагаем, что это дотации. Ну и ладно. Кто там у кого сколько берет, это долгий, длинный. А эта реформа предположительно, я не экономист, это Михаил Геннадьевич лучше, предположительно должна упростить, опять же, эту схему. И многое проявится из того, что сегодня находится в песке. И четвертое уж, это мое любимое, это вопросы молодежи. Они, конечно, непосредственно с появлением нового старого президента не связаны. Они всегда были. Они здесь не только на Кавказе, но и в России. Но я думаю, что появляется возможность решать их более интенсивным способом. Как, например? Ну, наконец-то создавать хоть какие-то реальные лифты. Потому что явно лидером Единой России будет Медведев, а не Путин. Путин над партиями. И в этом смысле сужение лифта до партийного лифта, который сейчас возникает, и который, на мой взгляд, является проблемой, будет разрешено. То есть это не значит, что сразу будет хорошо, но точно кое-чего плохого не будет. Потому что создание сейчас различных лагерей и прочего, это, конечно, палеотив. Да, вот сейчас на Северном Кавказе или проходит, или будет в ближайшее время проходить молодежный лагерь. Это, конечно, палеотив. А вот создание системы выбора, подбора через непартийные, а государственные структуры людей для, может быть, работы в центре, может быть, взаимодействия с центром. Это интересно. К сожалению, пока мы остановились на президентском резерве, довольно узкий слой, просто технологически узкий, потому что президенту не нужны десятки тысяч сотрудников. А ведь эту систему можно развернуть довольно широко.